всем добрый день сегодня 14 мая суббота но у меня уже на завтра стоит календарь то что завтра 15 я работаю время 6 час уже вечер работаю 17 15 17 19 21 ну и так далее время 6 час мы еще не обедали зато я сегодня пекла блины часа в два мы поели блинов вот у меня тут еще остались какие-то бледненькие получились не сильно прожаренные молоко все потратила кефира нет магазина телей пакет молока я найду заначки на утро завтра кофе попить вот и с кефиром кто бы сходил как говорится по-моему нету кефира нету тут последняя на одного человека чуть-чуть в коем случае могу молока попить как у нас погодой плюс 14 дождичек моросит весь день было нормально сейчас пошел дождь но даже тучки какие-то на тучки набежали нахмурилась блин у кого-то сигнализация будет на улице дождичек такой слабенький чуть-чуть поморосил я вот смотрю где наш дом тротуара мокрая а вот там там на той стороне улицы дороги сухие там под почти не коснулась вот тут . нависла над нашим домом немножко покрапала и все на этом вот такие дела что хотела вам сказать короче все что я планировала на субботу ничего из этого не получилось я даже дома сегодня еще не выходила обычный выходной обычно как-то в субботу мы стараемся разнообразить когда выходной на субботу воскресенье попадает как-то стараемся отдохнуть немножко разнообразить жизнь или в кино идем или гулять парк или в лес там хотели в одно место сегодня съездить что-то не получилось у нас нам сегодня кот не дал спать ночью что-то в три часа ночи на него рыготина напала а все же слышно пока это встали пока убрали с этим котом короче сон перебил потом что-то долго уснуть не могли лежала кот короче спать не дал сегодня мы сегодня проснулись утром какие-то побитые не выспавшись кот нам испортил все настроение никуда не поехали но когда не выспишься как машину водить тоже опасно можно было конечно электрички поехать на погода видите какая то дождь то ветер будешь там стоять на станции на платформе ждать электричку там конечно навес есть можно спрятаться на мост такой стеклянный переходной вот ну другой раз съездим другой выходной у меня через день выходной в какой-нибудь день съездим с утра куда собирались но шашлыками вообще никак шашлыки наверное переносятся уже по крайней мере на тот на тот выходной когда дождя не будет так скажем как-нибудь суббота воскресенье сходим может следующий раз там посмотрим как совпадет так что ребятки исходя из всего что из этого всего следует что хотел сказать в том смысле я уже не раз ловлю себя на том что когда я начинаю что-то планировать нет когда планируешь это нормально но о своих планах не надо никому рассказывать вот какому выводу я пришла потому что когда кому-то расскажешь может ну короче расскажешь скажешь а потом бац и почему-то ничего не получается то ли сама себя сглазила и люди разные бывают знаете кто-то позавидует кто-то чего-нибудь подумает про себя то всякое бывает поэтому своих планах если уж вы их там планируете лучше никому не рассказывать я короче что решила теперь как я теперь буду действовать исходя из происходящего короче я теперь сначала что-то если запланирую короче буду рассказывать потом когда уже все произойдет когда я уже что-то сделаю куда-то съезжу зачем рассказывать своих планах когда я что-то сделаю когда все произойдет тогда уже можно рассказывать как говорится как там поговорка есть расскажи на смеши бога расскажи ему о своих плана, как-то говорят, там, вот так как-то. Вот. Поэтому действительно, зачем Богу смешить? У Бога свои планы на тебя. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Ему лучше знать, что произойдет в нашей жизни. Можно много чего напланировать, поэтому лучше. Как говорится, день прошел, и слава Богу. Утром проснулся, ничего не болит, все живы-здоровы, уже хорошо. Чуть-чуть окно приоткрою. Правда, я только из ванной вышла. Ну, мылась. Завтра на работу. Думаю, пойду-ка я вымоюсь в душ. Скупнусь, голову вымою, потому что завтра на работу. Вот с мокрой головой, конечно, возле открытого окна стоять, конечно, не самый лучший вариант. Вообще, мы еще не обедали. Я вот тут водичку поставила. Сейчас сварим пельмени. Там оставались последние картошки толченые с котлеткой. Эту я положила себе в коробочку на завтра. На работу возьму. День короткий, и мне, в принципе, одной коробочке хватит обеда один раз поесть. Ну, на второй раз там можно так что-нибудь взять. Коктейльчик клубничный у меня есть. Банан можно взять. Я вот такие коктейльчики покупаю. Шоколадный перестала брать. Беру клубничный. Он более жидкий. Шоколадный, он какой-то сладкий густой. То есть ну, как-то может быть, он, конечно, более такой сытный, калорийный, но все это мне ни к чему. Клубнич не выпьешь, хотя бы клубничкой пахнет и напьешься хоть. А сладким не напьешься, еще потом воды надо попить. Бананчик иногда беру. Ну, так на вечер перед уходом домой там за час-полтора съесть, чтобы до дома хоть нормально доехать. В прошлый раз что-то мне еды не хватило. А все потому, что я что-то съела, короче, еще до обеда. По-моему, пока добралась до работы, что-то мало поела дома. Пока добралась до работы, мне есть захотелось. Я, короче, съела банан, выпила коктейль. День был длинный. Ну, на 4 часа там на чай у меня были бутерброды. А потом все. Приехала домой в 9 вечера. Из метро выхожу. Мы же, ну как, мы... Домой-то я приезжаю почти в 10. Пока я, короче, до дома добралась. Из метро выхожу. Иду такая к остановке. Меня шатает из стороны в сторону. На вечер ничего не оставила. Ничего не перекусила. перед тем, как домой идти. Иду такая, думаю, ну все. Думаю, хоть до дома дойти как-то. Не упасть и не думать о еде, блин. А там идешь еще, мне маларьков оттуда вкусно пахнет. Какими-то пирожками там. Ой, а пирожки мне нельзя. Ладно, ребятки, все. Сейчас я ставлю водичку. Водичку буду греть для пельмешки варить. Единственное, что я сегодня сделала, я перегладила гору белья постельного. Я, значит, стирала, меняла белье постельное на днях. Все это перестирала. И вот сегодня решила все это дело перегладить. Целую гору белья. А сейчас смотрю, у меня еще там блузка постиранная с работы высохла. Еще блузку погладить, надо шкафок брать. Ну, это дело-то на 10 минут. Блузку-то я быстро поглажу. Одна блузка, это не проблема. Я за полтора часа целый двухспальный комплект глажу. Там два поддеяльника, четыре наволочки. Я наволочки двойные надеваю. Мне так больше нравится на подушке. Не по одной наволочке, а двойные. Ну, не знаю, почему. Привыкла так. По крайней мере, они там есть. Подушки разные у нас по размеру. А там две подушки 70 на 70 и две наволочки, то есть 70 на 70 и две наволочки 50 на 70. То есть подушки разные, наволочки разные. Я сразу по две надеваю. Хотя, в принципе, можно было по одной, а потом дня через три поменять. То есть постоянно спать на свеженькой как-то приять. Я вот смотрю, чем люди занимаются. Стреляют из ружья помпового на территории гаражей. А вот так, если выйдет кто-то из гаража, неожиданно ребенок выбежит. Вдруг какой-то мужик там ремонтирует машину, копается в гараже, выйдет неожиданно из гаража воздухом подышать или ребенок выбежит. Стоят, стреляют, пуляют прямо на территории гаража. А с другой стороны, вот так, если в лесу, то может быть еще хуже. В лесу тоже люди гуляют, с собаками гуляют. Надо выезжать куда-то далеко, в лес, в поле. Чего же вот так лупить по гаражам-то? Тошна-то, ненормальные, да чего люди. Ну, на вид молодые. Мужику там лет 25, 30, парень с девкой. Совсем чокнутые. Мозгов вообще нет. Хоть бы чуть-чуть мозги включали. Че делают-то хоть. Нашли где стрелять, блин, в гаражах, где люди ходят. Совсем мозгов нет. А я думаю, че они там делают? Трутся. Я уж так стою, смотрю. Ну, отсюда не видно. Там на углу гаражей. Вот где от леса вот этот угол, на углу парень с девкой, стоят и туда вдаль лупят вдаль гаражей. Ой. Ладно, все на этом. Всем пока-пока. Люблю вас всех. Не скучайте. Снимаю редко. Снимать нечего. Когда будет возможность, тогда я буду снимать. Не обижайтесь. Завтра мне на работу. В одном и том же месте, в одном и том же скверике снимать неинтересно. Может, в следующий раз где-то в другом месте поснимаю. Хотя там вариантов не так много, где снимать. Вот тоже прицепились ко мне. Расскажи про храм. Ну, зайдите в интернет и почитайте, если вам так интересно, какие там храмы есть на Ордынке, на Большой Ордынке, на Якиманке, какие там еще рядом улицы. Метро Третьяковская, метро Новокузнецкая рядом. Там много чего есть. Я же не искусствовед. Вот какой смысл? Вы что хотите, чтобы я зашла в интернет, прочитала, да, все это вызобрела, как в школе и вам пересказала? Вот нахрена вам это? Я все равно не расскажу вам это лучше искусствоведа или лучше, чем это написано где-то на Яндексе, там на Дзене. Зачем буду пересказывать чужие мысли? Ну, не знаю, что это за храм. Подошла, прочитала. В следующий раз, может, наберу смелости внутрь зайду. Да, для меня это какой-то храм, какой-то мужик в пиджаке. Я же не всех, не всех можно узнать, кому это памятник. В принципе, все люди похожи, мало чем отличаются. Памятник какому-то мужику. Естественно, для меня какой-то мужик. Я мало кого узнать могу по памятнику. Но, может, Ленина узнаю, может быть, Сталина еще узнаю, Брежнева. А так, мужик и мужик, действительно. Так, ладно, все, не буду заводиться, а то я сейчас заведусь, начну ругаться и не остановишь. Всем пока-пока. Побежала я пельмени варить. Продолжение следует...